Видите, молодая женщина, а я? Вот оно, правильное питание на лицо. Ехал грека через реку, Видит грека в реке рак, Сунул грека руку в реку, Рак за руку в реку цап. Оля, Брукман, я у тебя украду этого внука. Видите, я могу сделать это? Мама, это так красиво. Аааа, она так красивая. Вот это, маленькая девочка. Здесь какие-то блины. 40 песок. Давай попробуем. Давай. Вы берете кокс? Моя имя – это брукман. Брукман. Нет, это брукман. Посмотрите, он какие-то блины делает из бананов. Так это из бананов, что ли, блины-то? Нет, они просто песта, а внутри бананы. Три доллара. Три доллара. На пиццу надо. А пиццу? Филипп, а ты хочешь пиццу? Да, почему? 4-0. Какие-то блины он делает. Три доллара за пиццу. Это вкусное, мы это пробовали, вы считаете? Это когда-то что из бананов? Это бак. Ну-ка, найду и пиццу, походу, сделаю. Ну-ка. Что он тут? Они хрустящие, что ли, получается? Они вкусные. Ой-ой-ой-ой. Все вместе сжимает. Пахнет вкусно, да? Воу. Пахнет вкусно. Пахнет вкусно, что ли, чем-то. Я прям уже так вкусняшку. Ты как-то как вкусняшки? Конечно, не нужно посмотреть, что он делает. А они пустящие, что ли, получается? А, это как вафли. Знаете вафлю с гусенком внутрисваренной? Одной из наших любимых. Витя, Купилип, может, тебе тоже такое же сделай. А что он делал с бананом? Я с тобой не буду пилить. А, так и просто. А что ты не хочешь? Да, у тебя есть. Ты можешь все-таки делать. Я хочу пиццу. Я тоже хочу пиццу. Я тоже хочу пиццу. А может быть, тебе в эту пахню, а ты просто пиццу не сделай. Или сыр. Я хочу пиццу. Молодой пиццкий повар. Я хочу пиццу. Как он пиццу? Как он пиццу? Шоколад кладет? Бананы кладет? Шоколад. Это вообще вкуснятина. Я люблю, когда она, знаешь, это, пафля хрустящая. Понимаешь? Она как бы не как блинчик. О, он потом заворачивает ее, что ли? Ты клубнику завершила, да, еще? Да, клубнику. Ну, это извращение просто. Без клубнику не знаю. Здесь тут же мотоциклы ездят, тут же омблины делают. Ой, нифига, он трубочки сделал. Так я же не заворачиваю, видишь как? В конверте, в конверте. Ой, какая красота. А, ты поняла, зачем он это, чтобы оно не велось? Ну, конечно, он очень умный. Ну, все. Не только хороший повар, но и умный повар. Вот это красота. Три доллара американских. Да, смотри за три. О, вот извращение. Это где еще, а? Ё-моё. Ну, все. Грациас. Ну-ка, кусай. Давай, мы три доллара. Джен, попробуем, дойка? Давайте, закажем это. Нет. Пусто? Хрустящая хоть? Ой, да, хрустящая. А сколько он сказал? Три доллара. Сорок пять тысяч? Ну-ка, мамка. Моя. Извините, молодая женщина, а я. Вот оно, правильное питание на лицо. Это вот нам втирают, втирают. Ты еще и пепси же сняла? Точно, и пепси на лицо. Вот ты сейчас нарезку сделаешь. А нам-то говорит, я водичку пью и брокколи. А на самом деле, это вот, видите, извращения какие-то? Блин, ну вкусно, знаешь? Вот мы показали другую сторону. Да? Я разная. И что? Я бы ее брокколи с водичкой, а реально слегка. Я бы отпустила, но мне никак. У меня десны. Написано, типа, козубок починишь, приедем сюда еще раз. А ты чего не откусишь? Попробуй. Или ты пробовала? Попробовала, мы все-таки берем. Так, технология похудения продолжается. Сыр, вот сыр. Сыр, чего вы хотите? Мама, мне пепси. Я пепси не понимаю, что это пепси. Я не знаю, что это пепси вообще. С сыром, что ли? С сыром. Просто с тестом? Нет, просто с сыром. Да, без его, без ягод всяких. Это только вот эти ели. Но вот это чисто с сыром. Без ягод. Это не ягод, ты уберешь это, а оливки. Нет. Ну, ему хочется просто с сыром. Да, просто вот это. Ну, что-то лепешка? Нет, как, это, такая пицца с пеппиони, если убрать просто из пеппиони, если убрать из пеппиони, колбасу. Тогда вот. Ну, вот пеппиони. Ну, посмотрите, какие тоненькие здесь пиццы. Просто тот бритвый. Вот это настоящие пиццы. Тонюсенькие. Вот оно что. Вот вкуснее отчинок. Нет, маму, Сашка, только сыром. Только сыром? Вот только сыром. Только сыром. Это вот только сыром. Ну, что, правильную тебе пиццу заказали? Сейчас, правильную, нет? Тоненькая, классная, она такая тоненькая. Тоненькая, да. Тоненькая, да. Видите, Филипп хотел только сыр. А, Неля ест. Да, такая тоненькая. Вот это настоящая пицца, кстати. Правильное питание закончилось уже. Колу больше нельзя. Почему правильное питание закончилось? Ну, я шучу же. Правильное питание – это кола, вафли. Что еще? Это неправильное питание. Да я знаю, я шучу же. А, ой, не поняла. Ой, собачка-то какая колесенькая стоит. Маленькая, малюлечка. Иди сюда. Да это колесенькая собачулечка. А мордочка-то у нее как человеческая. Эй! Так-то вообще вот опасно. С бантиком? Собак одних, потому что они могут задохнуть и дышать. Да не могут. Не открыли разве? Нет, это какая-то разница. Блин, а что ж они окно не открыли? Собачулечка маленькая. Да ты котенок маленький, малюлечка моя. Да ты кульносенькая. Да ты на меня похожа. Да, на меня. Только я так язык не высовываю. А так-то вот просто прям так я. Да какая колесенькая с бантиком-то. Моня-моня. Монюлечка маленькая. Смотрите, говорит, на мою попу. А хозяева-то вышли с этой стороны. Вот она с этой стороны и смотрит. Я вот не знаю, когда... Лена, как ты себя чувствуешь с косичками? Что-то у нее шея-то не вертится. Я просто пытаюсь понять, куда их разложить перед тем, как я поеду. Я, понимаешь, положила на один бок. Понимаю, что мне вот так не удобно. Слушай, нам надо консилию собрать и посмотреть, куда ты можешь их разложить. Да, положила сюда опять неудобно. Значит, смотрю в зеркала тоже. Вот думаю, может быть на две. А у нас Филипок-то узнает маму-то, нет? Вот так вот. Мама-то другая? Да. Они говорят, что я не похожа на маму. Я говорю, все, значит, маме нужно тусоваться куда-то. Эти очки красивые, кстати. Что-то у тебя за очки такие. Это полденение. Как будто, знаешь, такой, как... Это изолок. Это проволочкой такой. Да, это полденение, они у меня еще затемняются когда-то. Да, красивые. И, да, вождение. Ну-ка, мы тебя разглядим хоть. Ну-ка. Так, на маму посмотрим, на дочку посмотрим. А на сыночка не посмотрим. А на сыночка никак не даешь она. Сыночка пятит. Да. Больно, мам? Ну-ка, подругай. Голова-то немножко, наверное, побаливает все-таки. Они так туго делают. Мне сейчас муж написал, говорит, это Нелли. Нелли говорит, ты, говорит, включаешь маму в свою жизнь. Ну, раз она сделала, сейчас я эти сделаю, что я за ней повторяю. Девочка, почему у тебя такие узкие глаза? Скажи, косички слишком туго заплетены. Вы не пробовали косички расслабить? Они-то глазки очень узкие. Знаю, все отлично. Вот то ли дело у нас. То ли дело у меня и у Филиппа. Да что тебе нельзя снимать-то? Ты президент, что ли, какой-то? Да. Ты Трамп, что ли? Да, да. Не, ну не Трамп. Ну да, это Трамп. Хаёсенька такой. Ну точно. Вот если ты скажешь, если ты скажешь сывороткой из-под простокваши очень быстро, я тебя снимать больше не буду. Сыворотка из-под простокваши. Сыворотка из-под простокваши. Сыворотка из-про красава. Ну тогда ложечка моя желоговыгибистая. Чё? Я могу это сказать. Говори. Говори. Ложечка моя желоговыгибистая. А? А где вы? Где вы? Гемы. Расскажи лучше про греку. Не, так мы с тобой гемы-то будем смотреть потом. Про греку лучше расскажи. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку в реку цап. Видишь? Оля, Брукман, я у тебя украду этого внука. Я его просто украду. Нет. Как высот скипел, как высот скипел, украду тебя. Нет, а я спрячусь. Нет, нет. Ну спрячься. Под кровать найдем. Видите, как он реально учился говорить. Все уже спалился. Под кровать? Подожди. Под кровать старший брат. Младший. Не залезет. И не залезет. Не надо так делать. Погоди. Не хватит. Выпил что ли? Те 100 грамм что ли налили? Кока-кока-кока. Какая-то пицца, видимо, эта. Сидел, сидел. Мы с зеленью взяли, с травкой пиццу, да, тебе взяли? Ой, вот он. С сыром и с травкой. Сидел, сидел, молчал, молчал и все. Как греку сказал, так надо. Подруженька, стои с этой ученой. Ой, девочки, мальчики, посмотрите, какой уютный городок. Все. Да, посмотри, как он строится. Едем. Да, ну там я не вижу ничего. Но здесь, конечно, очень уютно, на самом деле. Сейчас увидим. Он находится прямо у океана. И, конечно, здесь здания такие. Есть старенькие, есть новенькие. Здесь есть и гетто, и новый район на пляже, который он не прямо вообще расстраивается. Ой, черт, не туда свернула. Я не могу. Ой, говорит, черт, не туда свернула. Черт, не туда свернула. Вон девочки несут в горшках. Работа. Чего-то красивое. Продают наверх. Да. Красивые люди. Дети накупались, наелись. Да, вольнюхоньки, сытехоньки. А что мне-то спасибо? Мама красоту навела. Мама, меня наоборот, я-то очень благодарна, что ты согласилась меня покатать. Где бы я все это увидела? Нигде. С удовольствием. Так классно мы время провели. Вот видите, какое белое здание. Завтра за мной приедет водитель, отвезет меня на Апоэтмед к врачу. И мы еще на вечеринку поедем. Да? Ну, вечеринку. Блин, мне бы десны подшить. Чтоб не вывалились на вечеринке-то. Или плясать будешь? Не говори, плясать буду, дитки повалятся. Ети и мать. Как вариант, ты можешь в маске плясать, если дитки повалятся. Десны надо подшить, косички у нас готовы. Все, мы пошли. Ну, съездим уж на часок, ты так отметиться, посмотреть видео и снять. А к тебе, с кем будут они? А у нас Бебиси так придет? Или мы можем с собой взять? Мы можем с собой взять. Мы можем с собой взять. Мы можем с собой взять. Это семья-то. Это семья из Сербии, да? Которая приходила? Да, я их тоже на вечеринку приглашала. Они говорят, нет, они слишком семейные для вечеринок. Наш грек-то через реку. Грекушечка. Бабушке Оле скажу, какой внук у нее шикарный. Да. Сумочки нам помогают. О, показывай, смотри, как зарабатывают. Видишь, что? Ну-ка, ну-ка. Мам, достань денежку на дороге. Ну, ты посмотри, что делает, а? Это быстрее ему дать сразу окно открыть. Он еще как только не ходит. Ой, у него прямо из-под вы подверта. Ты посмотри, что. Ох. Ну, я знаешь, я за что их уважаю? Они всегда стараются работать, знаешь? Глобу это делаешь. Молодчик. Молодчик. Ну, давай подойди к нам поближе. Мы просто не успеваем это. Они начинают тоже это. Короче, потом мы не успеваем деньги давать. Ну, ты ему помаши вот так. Помаши ему. Вот куда он пошел? Он не видит. Эй. Ну, все. Что он сейчас еще что-то сделает? Смотри, 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 он разбегается. Посигналь ему. Давай, давай. Да он видит. Да зайчик-то какой хороший ты, малышечка-то. Я дала ему 15 песос. 15 песос это сколько на ли доллар? Два доллара? Один доллар. Ну вот с каждого по доллару 10-10 долларов. Что ж ему и крутись, да крутись целый день. Затрат нет, только мячик купить. Мячик купил и все, он крутится. Да, конечно. Ребята, вы-то я так понимаю, что вы не первый раз в этом городке, да? Первый. Это я здесь уже была раза два. Ну как, вот Мелия шла мимо ресторана и какой-то бутерброд увидела. Собаки, собаки, смотри, что. Как аккуратно. Бездумные собаки. Или нет, но они с наушниками. Ой, с наушниками. Сошли. А я думаю, это что такое? С наушниками. Я сразу вопросу, а какую музыку они слушают? Рэп или классику? Ой, можно? Ну мы насмеялись сегодня, конечно. Вдовы. Куда бы нам повернуть-то? Туда, наверное. Говори, капитан, куда нам повернуть? А еще, кстати, вот здесь видишь, в Америке можно поворачивать на красный свет, правильно? Так и у нас, да. А тут нельзя, да? А здесь не знаю. И в России нельзя. В России нельзя, а вот здесь не знаю. Капитан, куда мы едем? Домой. Сейчас перебиваемся. Нет, на корабль. На корабль. Наряд? На какой корабль? А у меня нет наряда-то. Вижу, поверну. А что можно? Что я должна делать? Тоже поворачивать, правильно? Слушай, скажи мне, а наряд-то, у меня нарядов-то нет. Блестящий, с пайетками. Ты что, совсем, что ли? У меня кроссовки до штаны. У вас кроссовки подходят еще? Подожди, я куплю рыбу, начищу, и вот эти пайетки наклею. Чушье от рыбы. Нет. Попробуй. Мама, бабуля, может быть она оставила футболку, у нее футболка была цветная, она ее купила. Да разве не влезет? Да разве не влезет? Да разве не влезет, Соля, ты что? А мы померим, что? Я с рыбой очищусь, учешу ее, все. Не, ну решать тебе, конечно, насколько ты себя будешь комфортно чувствовать. Ой, да мне наплевать. Кроссовки в рыбик, в чешуе. Я и голову сверху положу. Тогда, я думаю, если швы разойдутся, это будет не самое страшное. Конечно. Так, едем дальше. Мы ведь домой едем, да? Нам же надо на вечеринку готовиться, как же? Да. Надо подшить десны. Да, да, да. Нам надо сейчас посмотреть, что надеть. Ну мы на часок съездим на самое классное. А каблучище тоже надо одевать? Ну да, а у тебя какой размер? Семь с половиной. Отлично тебе дам, у меня есть черный. Каблучище? Ё-моё. Не на высоком, не сильно высокий каблук, но хорошо. Так скажут, пришла на вечеринку, прости господи, в 60 лет. Тогда ты не представляешь, кто-то приходит. Там вообще никто не стесняется. Нет. Там с такими формами, в таких обтягивающих коротких платьях приходят. Крутое, я смотрела, это просто вообще. Одна дама пришла, я не знаю, она очень такая, ну, объемная, и надела белый обтягивающий карбинезон, просто вот. И он еще, ткань, знаешь, есть такая, которая очень нежная, и вот если у тебя есть небольшой там целлюлит или еще что-то, это обязательно все подчеркнется. И она вообще нисколько не комплексовала пышла. Вот так подтянула. Я тебе хочу сказать, только мы комплексуем русскоязычное. Все остальные никто ничего не комплексует. У меня тетя приехала, я говорю, покупай себе с пайетками платье. Она надела, ну да, ее так обтянула, но она говорит, мне некомфортно. Я говорю, а мне вообще классно. И тут, кстати, мода на большие попы, я хочу сказать. Да? Из Бразилии очень много девчонок приезжает. Подушки будем подкладывать? Ну, чего? Ну, если это будет... Нет у тебя парочку маленьких подушечек? Раз мода, то от мода отставать нельзя. Правильно? Очень много приезжает с попками. Что? У нас шарики есть, мы можем вам дать. Шарики? Хорошо. Шарики тоже мало подкладывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!